Излюбленный вид досуга у Людмилы Коваленко – роспись по дереву. Из ее рук выходят изумительные матрешки и другие фигурки. Имея талант, почему не воспользоваться возможностью зарабатывать? Поэтому Людмила Леонидовна решила обратиться в Московскую налоговую инспекцию за консультацией. Хочу поинтересоваться налоговой инспекцией о том, как мне зарегистрироваться в качестве ремесленника и какие следует иметь документы для того, чтобы соблюсти законодательные нормы. А что сподвигло на эти вопросы? Вы хотите их же так на хорошую основу поставить? Да, да, конечно, естественно. Я все, как говорится, взвесила, все свои возможности и хочу работать легальным образом, как говорится. Но для того, чтобы все это было правильно у меня оформлено, я вот пришла на консультацию в Налоговую инспекцию Московского района. В отделе консультации Московской налоговой инспекции всегда идут на встречу обратившимся. Ведь не каждый может уследить за всеми изменениями, которые происходят в законодательстве. А на сегодняшний момент в Беларуси к ремесленной деятельности относится порядка 30 видов. Самые популярные списка и самые востребованные изготовления изделий ручного вязания, ткачества, кружевоплетения, ручной вышивки, декоративных цветов и многие другие. Вопросов у ремесленников возникает достаточно много. Квалифицированные специалисты всегда готовы ответить. Я произвожу такой вид сувенирной продукции и хочу вас поинтересоваться, относится ли мое творчество к ремесленной деятельности. Если оно относится, то куда мне обратиться для того, чтобы зарегистрироваться ремесленником? Будьте добры, такую консультацию мне дать. Да, я понимаю, что вы занимаетесь росписью по дереву. Этот вид деятельности относится к ремесленной. Ремесленная деятельность у нас регулируется указом президента Республики Беларусь номер 225 и главой 40 особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь. Чтобы зарегистрироваться в качестве ремесленника, вам не надо регистрироваться в качестве дизайного предпринимателя. Это все оформляется по заявительному принципу. Вы присваиваете себе учетный номер налогоплательщика, налоговому органу по месту проживания. А также пишете заявление, форма заявления. Вот такая прилагается. И подается тоже до начала осуществления деятельности в налоговый орган. Ремесленная деятельность осуществляется по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. До начала работы следует уплатить сбор в размере одной базовой величины, то есть 130 тысяч рублей. Вышеназванная сумма налогового сбора, уплачиваемого один раз в год, невелика. Ведь, внеся ее, заниматься в течение года любимым ремеслом человек может совершенно спокойно. Никаких других отчетов вести не нужно. Лимит моих доходов, он как-то контролируется, фиксируется законодательством? Лимита у вас нет. Единственное только, если вы захотите задекларировать свои доходы, вас вызовут в налоговый орган для подачи декларации, как физлицо, тогда вам нужно будет подать декларацию. И при превышении 100-кратного размера уплачивания налога, это на данный момент 13 миллионов, сумму превышения вам придется доплатить 10%. Понятно. Уже сегодня, задумываясь о занятии ремесленной деятельностью, думайте и о том, как осуществлять ее законным путем. Тем самым вы обезопасите себя, пополните семейный бюджет и порадуете горожан своим творчеством.